Приехать в Благовещенск и заодно посетить китайский хэй-хэ. Такая схема путешествий для гостей областного центра давно стала классической. Но что если поездка будет проходить прямо над Амуром и займет всего 5 минут? Заветной мечте туриста суждено сбыться. Уже в этом году пустующий участок в районе Краснофлотской трудовой превратится в стройплощадку. И в скором времени здесь появится первая в мире международная канатная дорога. Со дня на день на участке в почти 5 гектаров начнутся изыскательские работы. Их будут делать местные специалисты. Осенью перейдут к строительству. Его под свое крыло возьмет инвестор. По планам канатная дорога будет стоить ему 2,5 миллиарда рублей. Канатная дорога – это своего рода фуникулер. Над Амуром запустят гондолы вместимостью 60 человек. Стеклянные кабинки будут работать с 8 утра и до 11 вечера. Поэтому в сутки смогут перевозить до 7 тысяч пассажиров. Проектировщика для уникальной переправы выбирали тщательно. За право разработать концепцию боролись четыре десятка ведущих архитектурных бюро. Победа осталась за нидерландской компанией. Их уникальность в том, что они, во-первых, используют канатную дорогу как городской транспорт. То есть они реализовали много объектов в Европе, в Азии, в США. Плюс им удалось максимально точно и приближенно показать концепцию именно в рамках прилегающей архитектуры. На вид терминальная станция действительно похожа на общественно-культурный центр. Светлая, со множеством углов. В четырехэтажном строении поместится не только депо для кабинок, но и смотровые площадки, амфитеатр, ресторан, десятки торговых зон, в том числе и дьюти-фри. Посетить их смогут не только туристы, любой житель Благовещенска. Здесь будут проводить различные фестивали, городские мероприятия, лекции. По прогнозам экспертов, благодаря канатной дороге уже через шесть лет поток туристов достигнет одного миллиона человек. Для местных предпринимателей это возможность заработать. Если мы правильно выстроим эту работу, если мы хорошо организуем предоставление наших услуг, будут интересные сувениры, будут хорошие объекты показа, люди к нам потянутся. Люди будут такие, которые будут интересоваться не только шопингом, хотя это очень важная статья для любого туриста. Мы сами туристы, немного все это понимаем, но будут люди стремиться узнать о нашем регионе больше, интересоваться его историей, его культурой и так далее. Как изменит жизнь Благовещенцев канатная дорога, узнаем уже в 2021-м. На этот год намечено открытие площадки. К этому же времени специалисты определятся со стоимостью проезда в гондолах. Билеты, обещают, будут не намного дороже, чем на теплоход или пуму. Кристина Каширина, Сергей Захарушкин, программа «Город».